Да, привет, друзья. Конечно, я вам всем благодарен, что вам, ну, там мне пишут, до слёз тронули стихи о том, как мамы привязаны к больным детям. Да, мне все пишут спасибо за это. Но вот тут возникает такой интересный вопрос, очень интересный. Почему я это написал? Потому что мне много мам звонят, у которых дети больны. Вот почему. И они как раз-таки дышат на этих детей, всё время ждут выздоровления и надежды на помощь. Это очень сложный вопрос. А вот что интересно в этом-то? Мы же книгу такую хотим сделать, следующую. Вот сейчас АСТ выходит книга, она уже там опубликована, она выходит, вы сейчас её так сможете приобрести, это новые там и новые приёмы и так далее. А вот следующую я уже делаю. Она вот связана как раз-таки с наукой человечности. И как раз-таки вот интересный вопрос возникает. Мы вместе, совместно создаём науку человечности, потому что её не хватает в прежних источниках. Есть религии, там об этом говорится, есть искусство, там есть классическая литература, там об этом говорится. Почему же мы её создаём? Почему она вдруг стала необходимой? Потому что там как бы не говорится конкретно, что же в конце концов делать, чтобы развитию человека, востребованность в этом, чтобы в социуме была востребованность в этом, воспитывать в человеке человечность. Потому что, оказывается, даже честному человеку, на самом деле, оказывается, даже жить выгоднее, это его защита на самом деле. Потому что врон, в конце концов, получит по башке. Это очень такие моменты, это очень сложные и тонкие моменты. И вот сейчас, вот в связи с этим моим прошлым роликом со стихотворением, который многих тронул, вопрос возникает. Обычно вот искусство, культура и так далее пытаются оторвать человека от обыденности. Даже Пикассо говорил о том, что искусство нужно для того, чтобы встряхнуть пульс обыденности, с бытовщиной. И Ченсклен Михаил говорил об этом, что, в принципе, в первую очередь люди создавали театры, создавали там, ну, потом уже кино создали. И вообще всё это создаётся для чего? Чтобы человек был немножко оторван от той рутины, которая постоянно... Ну, вот этот быт, ну, больной ребёнок, или там стол хочется купить, а денег не хватает. Вот эта бытовщина, к примеру, допустим, назовём это так. И вот театр. Женщина или мужчина, семья пошли в театр, отвлеклись немножко от этой своей реальной жизни. То есть, получается, что человек нуждается в этом, и искусство создаётся для того, чтобы немножко помочь человеку побыть немножко в другой виртуальности. Вот здесь реальность, на самом деле, реальность. Я вот вчера вот этим роликом, этим стихотворением, вместо того, чтобы оторвать вас от реальности в эту виртуальную реальность, чтобы люди могли сил приобрести, а я как раз таки взял и окунул в эту реальность. И вот теперь вопрос. Как же нам поступать? Я человек, соответственно, и стихи пишу, и картины пишу, я это для чего говорю? Мне писать только для того, чтобы отрывать от реальности? Или для того, чтобы мы можем серьёзно погрузиться иногда в реальность, чтобы поговорить о насущных вещах и поговорить уже так их обсоветовать, чтобы найти выход из положения. Создать что-то, помощь какую-то создать этим людям. Не только отрывать, а ещё и поговорить всерьёз на эти темы. Чтобы мы были не просто, а как раньше жили... У нас же не реализм был, как говорится, в Советском Союзе. Друзья, у нас был соцреализм. Каждому казалось, что это у него проблема, а страна живёт хорошо, это у него проблема, это у него так. Все же люди были через соцреализм, через эту виртуальность, понимаете? Хотя мы жили лучше раньше, чем наше сегодня больное время. Но мы не это обсуждаем. Мы обсуждаем, как же нам в этой науке человечности, вот так вот, то, что я сейчас говорю по существу, это элемент обсуждения науки человечности. И я хочу, чтобы вы писали свои комменты. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Чем больше мы привлекаемся к обсуждению о том, как нам быть с этой виртуальной реальностью и в той реальностью, в которой мы живём. Как нам быть, чтобы человечность в человеке была востребована. Потому что сейчас мамы, когда воспитывают детей, даже не знают, на какие цены с них ориентировать. Потому что хорошего человека воспитать боязно, пропадёт, беззащитен. А плохого воспитывать, такого циничного бизнесмена, который ни на что не посмотрит, а локтями своими, ну, вроде бы и не хочется, потому что всё-таки есть какая-то совесть. Вот как быть? И вот я этот ролик специально сделал сейчас для этого, чтобы мы могли немножко пообсуждать, подумать. Чтобы наша тема, вот это, создание науки человечности, всё больше и больше. Когда мы её обсуждаем, и чем больше людей подключается к обсуждению этой темы, на самом деле мы эту человечность как раз-таки начинаем и культивировать. Это как раз-таки механизм. Поэтому подключайтесь. Если вот берёте там, делайте рассылки, делитесь, привлекайте друзей, привлекайте семью к обсуждению этой темы. Да вы эти друзья, это очень важная тема сегодня. Именно потому, что этой темы не было, именно поэтому вот это вот изоляция, коронавирус, неопределённость и так далее. Потому что никто не знает до конца, что надо быть человеком, но то, чтобы надо быть человеком, это знает каждый. Даже было такое, Баранкин, будь человеком. Ну, привет, друзья. Делитесь, делитесь, нам надо больше и больше, чтобы людей было подписано, чтобы канал наш рос, потому что это не просто YouTube-канал. Это наша школа человека будущего. А на самом деле это школа человечности. До встречи.